здравствуйте уважаемые телезрители на тайме программа актуальная тема я владимир банчиков так мягко сказать я не очень позитивно отношусь блоге блогингу блогерам блогеркам и вообще к этому направлению в жизни человечества я бы так сказал и чтобы меня и вас уважаемые мои телезрители то придерживаться такой же точки зрения как и я я пригласил сегодня в нашу студию вот целое соцветие блогеров из иркутска да я так понимаю все иркутянки абсолютно точно вот вы сможете не прежде чем я начну задавать глупые вопросы для вас они глупые да я конечно же представлю гостей в нашей студии дарья убанеева руководители региональной студии продюсерского центра inside люди даша и дальше девчонки вы как договариваюсь поднимайте руки до воля бабич резидент настя ониченко правильно я назвал фамилию ударение правильно поставил какой я молодец женя гергерт ну а релик ковалева ну как тебя не узнать или нет конечно а релик ковалева даша давай начнем с тебя да я всегда считал и и до сих пор вот может быть после нашей встречи я выйду совершенно другим пониманием запишусь к вам в команду буду тоже резидентом это я шучу на каждый шутки из доли правды всегда считал временно безработным всех блогеров вообще всех я не говорю что у вас конкретно вообще потерялись вы как-то в жизни не не может не можете себя найти да нет на фабрику пойти работать то есть это по старшему принципу пошли в блоге ну я откуда знаю вот меня переубедить замечательно ну что ж сегодня мы действительно собрались чтобы развеять этот миф и рассказать вам более подробно и углубить вас в тему блогинга именно в россии сейчас инсайт это что такое я знаю что такое инсайт футболе это полузащитник да но инсайт переводе с английского это открытие открытие да то есть открытие людей по факту да все замолкаю продолжай у нас фишка такая что в регионах открываются региональные студии в которых которые могут приходить региональные блогеры снимать контент проводить различные мероприятия развиваться обучаться новому том числе и онлайн и вот в живую такие студии у нас находятся в 78 регионах россии начиная от калининграда до петропавловск-камчатского представляете цель конечно же компания открыть во всех регионах нашей необъятной родины вот такую прекрасную студию и конечно же она есть в иркутске в улан-удэе практически везде на дальнем востоке в сибири про центральной регионы я вообще не говорю а чем мы занимаемся собственно говоря вот что мы делаем но во первых мы первое до развиваем блогеров блогер кто это сегодня это профессионал который может создавать контент участвовать в сериалах что это значит то есть блогер изначально выбирает для себя какую-то тематику о чем он будет говорить например есть например условный миша он рассказывает про автомобили есть женя наша прекрасная она ведет блог о еде анастасия ведет вот по ним прямо не скажу секрет лайфхак да настя ведет блог о семье о строительстве дома а ревика является по ту сторону камеры то есть создает помогает создавать контента съемка а оля бабич она вообще многофункциональный у нас блогер ой ой это коротко да то есть блогер создает контент работает в каком-то определенном направлении но он как человек любопытно интересующийся всем он может принимать участие в шоу в сериале создавать свои какие-то медиапродукты создавать социальный значимый контент который может классно и позитивно влиять на аудиторию и все вместе мы создаем креативную экономику в нашей стране креативную экономику влияем на креативную экономику то есть мы не только про это у нас ввп растет но и все благодаря вами в том числе да то есть мы показываем в том числе что мы не только про развлечения там про развлекательный контент сейчас вот буквально на днях бурятии завершили съемки фильма забыты это фильм о героях великой отечественной войны да это уже да да съемки проходили в закаменском районе 9 мая этого года выйдет фильм вторая часть альманаха ну то есть том году была снята первая часть называется незабытый а в этом в этом году отсылка не забыт забытый вернее вот я всех приглашаю просмотр этого фильма это будет замечательная лента буквально вчера пресса произошло события записали специально песню к этому фильму у известного звукорежиссера карелова поэтому в работы ведется на самом деле колоссально ее может быть где-то действительно не видно но то что мы создаем а тот контент например очень много делом социальных роликов день российского флага день байкала в том году мы в иркутске снимали день музыки день театра день кино то есть и вот такие проекты создаем конечно же у нас есть и развлекательный контент и какие-то другие медиапродукты но в целом одна единственная важная мысль да что мы стремимся чтобы блогеры были профессионалами в первую очередь в своем деле девчонкам слова дадим до воли пожалуйста тебе обер сколько у тебя подписчиков видите как мы сразу а я не знаю слышно нет спасибо за вопрос я сразу такой момент озвучу вы тоже блогер стоп растите меня что я это сейчас говорю но да и когда вы а почему потому что вы профессионал правильно кто вы не профессионал но тогда вы я всем всем всегда говорю я если про себя дали я дилетант широкого профиля вот все тогда вы еще правду чем я о вас подумала давай продолжай по себе про себя хорошо да про себя любимую хочется очень развеять миф о том что блогеры это бездельники вот по мне может быть и не скажешь но у меня своя мастерская деревянного декора вот это уже совсем другое дело и большую часть времени а именно примерно 25 часов в сутки я пилю дерево и блок это то место где я могу об этом еще и рассказать и вдохновить других людей и как раз занимаясь этой своей профессии которая действительно не из легких и не стандартных в какой-то момент мне предложили об этом действительно рассказывать в массы и рассказывать показывать не только процесс но и в целом рассказывать о творчество креативности собственно с какой мыслью я сюда и приехала и впервые в вашем городе сегодня буду рассказывать про креативность и вот как раз я думаю услышав вот эти мои слова уже можно сделать вывод о том что я пришла в блогинг не из позиции так мне нечем заниматься ну пожалуй это она буду делать вид что я специалист я действительно специалист в своем деле и это транслирует другим людям вот это радует вообще передавай микрофон или пожалуйста добрый день еще раз всем я ревик ковалева занимаюсь созданием фото и видео контента начинала я свою работу как профессиональный фотограф но потом поняла что я хочу чего-то большего и занималась созданием видео контента также я основала свою фотостудию иркутске вот и раз уж мы разговариваем про то что блогерство это что-то такое очень да легкое хотел что лук до этого не говори это расхожее мнение это сейчас очень поменял поменялось время и это не когда-то когда начинался блок и когда все ходили с камеры говорили вот я проснулась вот я покушала легла спать и так было каждый день у кого-то осталось впечатление что блогеры это про это но на самом деле это большая работа у каждого здесь блогера прежде чем создать какую-то единицу контента происходит большая работа начиная от создания идеи это тоже нелегко далее собрать все оборудование прописать сценарий к созданию этого ролика заснять это все на видео перейти к монтажу все это смонтировать чтобы это было качественно красиво вкусно и далее преподнести это своей аудитории то есть это достаточно такая большая и объемная работа вот поэтому блогеры в настоящее время делают большой труд ну я уже почти убежден почти настя пожалуйста тебе слово здравствуйте меня зовут анастасия ниченко и мой блог называется мои руки не для скуки и не просто так такое да не просто так он называется мои руки не для скуки потому что своим блогом я вдохновляю людей на ремонт на строительство дома на многодетное материнство и токачок вот тупо подруги у меня трое детей и с тремя детьми я успеваю это уже вызывает уважение однозначно с тремя детьми я успеваю делать ремонт в доме своими руками строить дом и развитие детей конечно они маленькие 4 9 и 15 понятно зафиксировали да и еще у меня увлечение я плиту макраме но не просто какие-то коврики по но я создаю шикарные платья наряды и сотрудничаю с дизайнерами и об этом я тоже рассказываю своем блоге то есть я людей вдохновляю на творчество вообще тут все вдохновители нет я вот тут я без всяких шуток говорю абсолютно серьезно муж занимается воспитанием детей а ты вот уже тоже своя работа у меня своя работа и вот грамотно делегируя обязанности именно детьми детьми то кто не занимается вечером но только у нас дети дети все в школах и в садиках то есть когда вечером детей забираешь то конечно мы занимаемся воспитанием детей я хотела сказать что блок мой занимает 8 10 часов рабочего времени то есть это такая же полноценная работа и поэтому 6 часов вечера я закончила работать и я могу идти там забирать детей заниматься их секциями кружками варить борщи есть четкое время на которое я трачу там на съемки на монтаж на тоже создание идеи создание какого-то платья то есть это все идет все моя в мою работу замечательно вот за троих детей тебе вообще отдельное спасибо вообще прямо отдельная женья пожалуйста я же извини я сразу с вопросом можно начну у тебя такой бог классный про еду это прям вообще здорово если не секрет и если вы хотите вдохновить наших телезрителей на создание своего блога подписаться в вашу компанию до стать резидентами так сказать это не сайт люди если это вопрос тебя не заденет и вообще вас всех сколько вы зарабатываете в месяц на ваших блогингах если конечно это вопрос для вас ну как бы корректный я можете не отвечать но если что это лишнее скажу так я в прошлом работник сбербанка и сейчас в блоге будучи блогером я зарабатываю в три раза больше как минимум три раза больше чем сбербанка совсем заплаты маленькие были по крайней мере я давно уже там не работаю и я видимо сейчас буду каплей дегтя в бочке потому что я как раз таки из тех людей кто блогингом начался начал заниматься по принципу ну больше нечем вот здесь первое слово дать они наоборот все правильно все правильно нет то что девчонки то у всех все классно всех разный опыт у меня да опыт такой я ушла в декрет и живу за городом и я прекрасно родила двоих детей друг за другом и прекрасно понимала что я не смогу заниматься полноценно образованием детей как так как бы я хотела работая сбербанка с утра до вечера работая в офисе и просто я выбрала для себя такую работу блогерство вот именно по этому принципу потому что вот сейчас я в первую очередь как руководитель наш даша говорит я менеджер детей в первую очередь я менеджер детей потому что я целыми днями по большому счету занимаюсь семьей и детьми и блогерством именно приготовлением еды я в промежутках между тем как увезла ребенка школу забрала со школы везла музыкальную школу и в эти в какие-то полчаса где-то в час я успеваю приготовить еду и при этом еще и и красиво снять семью ты это еду и короче конечно семью этой то есть это все не пропадает даром да это все иногда пропадает расскажи про секрет на пирог на секрет тут говорили о том как я могу быть такой худенькой при двое детей ничего удивительного просто дело в том что не всю еду которую я готовлю и съедает наша семья например пироги чтобы муж не уходил в веса скажем так от моей еды вечно приготовленной снимать нужно много готовить нужно много я пироги не пробованы некоторые еще сама даже не попробовала я отвожу своему папе и вот я как подопытный кролик получается что-то любит выпечку но вообще у меня блог начинала я между прочим с развлекательного контента у меня у меня достаточно крупные блоги в одной соцсети у меня почти три миллиона подписчиков другой 400 тысяч кто готовит у нас еду в телевизоре это высотская вот там у нее такие продукты извините меня до который простой гражданин россии себе позволить не может он просто не найдет а если найдет у него денег не хватит дома у тебя как сейчас во-первых сейчас очень легко найти любые продукты в магазинах абсолютно любые но у меня еда в основном обычная обыкновенная доступная продуктов да я приучаю еще своих зрителей разве что пользоваться специями и приправами вот не привыкли очень например есть тимьян есть свежем виде тимьян приходишь магазин покупаешь в свежем виде не в этих пакетиках а вот именно и это знаете дает такую нотку ресторанности даже блюдом это в пандемию зародилась такая идея нельзя же было ходить по ресторанам и тогда уже доходить было можно только некую только так очень много обучали именно домашний ресторанная еда дома вот в таком вот ключе и я тогда увлеклась как раз именно изучением ресторанной еды дома по приготовлению и устала от развлекательного контента и стала через свой блок уже учить других ресторанной еды дома но девчонки у меня прям вообще убедили тоже поддаться к вам что ли но у меня возраст уже не тут нет у нас нет вообще ограничения у вас какой возрастной вот это не не говорю что цен за нет естественно у нас ценз вообще запрещен на устройство на работу тем более самый маленький ваш участник да и самый старенький да взрослый но самые юные резиденты нашего инсайт люди это юные танцоры из ставрополя так это по россии им 8 лет 8 лет но вот у графа варов у него такой блок он у него в одной из соцсетей 350 тысяч подписчиков у его коллеги катя брусника насколько помню у нее около 25 тысяч подписчиков но они они возрастные люди восемь лет и восемь лет не об этом маленький который самый старший но я думаю что в пределах 40 45 вот да 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 есть такие блогеры но их не так много в основном но в основном конечно это 18 до 30 от 18 до 35 люди которые не определились еще в жизни с чем заниматься но возможно кто-то совмещает кто-то транслирует профессиональную какую-то деятельность ну ниш очень много да да у нас же видите как комьюнити в котором есть и блогеры танцоры спортсмены певцы актеры теле и радиоведущие где рабочие крестьяне фермер вот мы сейчас придем к этому у нас есть компания молодежное сообщество вызов это уникальный проект который объединяет молодых ученых потому что сейчас идет тоже большое большое большая востребованность на научно-популярный контент и мы объединяем молодых ученых единое комьюнити помогаем снимать научно-популярный контент наши студии сейчас у нас буквально вот в течение вот прошедшего полугода состоялось открытие 10 лабораторий при вот региональных студиях по россии где ученые могут приходить и снимать свой контент и вот вернемся к нашим деткам юным да они в том году снялись в фильме незабытые в одной из новелл вот про детей узников как лагерей вот то есть они вот в этой новелле снялись но про это тут вообще никаких вопросов нет провод это эту сторону вашей работы у меня вообще никаких вопросов и не только у меня наверное вообще уголок я думаю что у зрителей действительно сейчас меняется мнение о блогинге в целом потому что наша задача и это тоже транслировать потому что вот например в улан-удэ небольшая команда резидентов в путики нас 21 21 резидент и наша работа она идет что дает вот именно собрание потому что я понимаю что блогинг это вот ты поставил телефон там или какой-нибудь устройство до записывающие там разговариваешь показываешь и так далее а когда люди собираются зачем вот эти вот я имею ввиду вот сам инсайт я знаю что у нас есть помещение там у наших занимается ту оли жигмитова и ее команды которые вот эти что мы там делаем да зачем вам это если все по одиночке самодостаточные очень важно сказать что это как раз таки комьюнити и когда профессионал поговорить не с кем вы собираетесь здесь и делимся опытом это поддержка вдохновение в наших студиях снимаем разные контента с проводим собрание стратегические сессии мастер-классы мастер-майды то есть любые формы такого живого взаимодействия где человек может поделиться с человеком да где человек с человека может что-то нечто создать у него может родиться что-то новое и в этом наверное есть сила нашего комьюнити согласитесь потому что на данный момент а у нас 2500 блогеров на резидентстве и с суммарным охватом 2 миллиарда человек вот поэтому я считаю что каждый четвертый житель планеты да да на наш наш пользователь да и на данный момент в inside люди 70 процентов инфлюенс рынка да но если так можно инфлюенс это блогеры те кто влияют через свои блоги на аудиторию вот ну ладно бы если в положительном только ключе я надеюсь мы этим занимаемся вот я вам обратная сторона но сейчас наверняка все заметили что идет сторону скажем так обеление или узаконивание какой-то деятельности да я думаю что в следующем или в этом году будут будет принят закон о блогинге где как раз таки будут запрещены там трэш-стримы до нормы будет свой аквет у блогеров будут потому что извини перебью да малолетки застрадают такой ерундой что там иногда прямо совершенно верно и вот сейчас например даже брать наш город к нам пришли в команду молодые блогеры вот 14-18 лет я вижу что работа непочатый край я как ответственный человек как мама как продюсер вообще как человек я хочу чтобы эти девушки развивались у них очень большая аудитория у одной 200 тысяч у второй 100 тысяч и я понимаю что учат как правильно но у них там такие скажем так игровые темы но я хочу до них донести что важно читать важно развиваться важно развивать свой мозг да важно развивать не не только какие-то технические детали вот но и надо стать человеком в конце концов это самое главное это очень важно у меня последний сексистский абсолютно вопрос кстати юноши так деле вы их как-то или они в блогеры не идут они лучше на завод пойдут почему у нас есть молодые люди блогеры да но один у нас спортсмен один сейчас бизнес свой открывает поэтому пока я немножко блок на стопе другое очень активно работает на государство не оправдывает как-то просто парни это потому что парни наверняка аудитории гораздо меньше чем у вас согласен я не сказала разные нас есть блогер-миллионник молодой человек но по определенным обстоятельствам он сегодня не с нами но я думаю что это не последняя встреча я лично как мужчина я большим удовольствием на вас смотреть чем спортсмен мне он зачем да вы тут тоже про это подумали девчонки огромное спасибо вы меня почти убедили почти да то сейчас кажется какое мое мягкотелый так раз пятером за 25 минут за 30 убедили в том что он не прав нет конечно но почти до прежде чем прощаемся с нашими телезрителями хочу предоставить вам всем слово коротко очень обратиться к нашим телезрителям вот эта камера она ваша да вот и вот где цифры 2 написаны очень коротко говорите то что считаете нужным приглашайте поздравляйте это ваше право жизнь с тебя начнем ну хочу пожелать чтобы все вокруг были друг другу внимательны добры улыбались я думаю это очень важно я бы хотела сказать что все кто горит своим делом все кто хочет развивать свой блог вы не стесняйтесь вы не бойтесь да возможно сначала что-то не получится но если вы будете это делать изо дня в день то у вас улучшатся навыки у вас случится видение и обязательно приходите на живые встречи общайтесь перенимайте опыт это очень заряжает да я бы хотела сказать что ну не бойтесь действительно проявляться не бойтесь выходить из зоны комфорта пробуйте потому что сейчас сфера блогинга дает очень много возможностей обязательно надо себя в себя верить и пробовать что-то новое я уверена у вас все получится так оля я хочу во первых поблагодарить город улан-удэ за гостеприимство за такой теплый прием очень приятно быть сегодня здесь и в студии в том числе большое спасибо вам за знаете вы своим мнением зарядили в нас мозговую деятельность очередную не не думайте что впервые в жизни она происходит просто иначе посмотреть на свою деятельность это тоже очень классно я бы еще разговаривал и разговаривал на эту тему вот чтобы не повторяться присоединяюсь к коллегам и так как я блогер воспользовавшись тем что я нахожусь в телевизоре я скажу что меня можно найти в социальных сетях под ником бабич creation очень много у меня мыслей по поводу и темы сегодняшней встречи и в целом рассказать людям про блог и нужен он им вообще или нет и я бы эти все темы продолжила обсуждать уже непосредственно в своем блоге за интересовавшимися людьми спасибо что предоставили мне такую возможность спасибо ольдаш ну и тебе как руководителю завершающее слово я вот все зрители которые нас посмотрят я знаете как я хочу пригласить всех блогеров стать резидентом и сайт люди всех тех кто размышляет об этом но пока стесняется начинайте вести блог там ничего нет страшного или непонятного я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях и любите то что вы делаете это наверное главный рецепт успеха спасибо девчонки за участие в программе на самом деле очень приятно с вами общаться честно я честно скажу потому что от вас исходит позитив вы на самом деле наверное я сейчас еще опять таки повторюсь не до конца убежден да в правоте вашей но то чем вы занимаетесь и если у вас такое количество подписчиков о котором я тогда же представление не имеют значит это людям нужно да особенно вот ну вообще обо всех вас можно так сказать я никого не хочу выделять да ну когда люди работают с деревом строят дома и пекут пироги ну это вообще это прям класс папе отдельный привет уважаемые телезрители напомню что гостями программа актуальная тема на тв были представители inside люди города иркутска руководитель на региональной студии продюсерского центра inside люди дарья убанеева и резиденты inside люди оля бабич а ревик ковалева да я знаю что ты настя ониченко и женя гергерт я владимир банщиков прощаюсь с вами всем самого доброго увидимся ну наверное занимайтесь блогингом есть конечно спасибо